Воскресенье и Жизнь Вечную Соблюди, Господи, всех, кто сейчас не с нами Дару им тоже предстоять пред Тобой в это время Помоги болящим чадам нашим Митрополиту, Сергию, дару Господи Выписывать настоящих пастырей Батюшке нашему Акиму, помоги в трудах его духовных И сохрани его, Господи, дару здравия Нашему отцу духовному, наставнику, чтецу Попечителю, брату Игнатию Благослови, Господи, его еще Духовными трудами и дару здравия И всем, кто предстоит пред Тобой здесь, Господи Дару благословений на дальнейшую жизнь С Тобой, Господом Творцом В Твоем Священном Писании Без Тебя мы не можем творить ничего Дару Господи, идти только по Твоим окровленным стопам Всегда помнить, какие страдания Ты претерпел за нас И грехи наши взял на себя, многомилостивый Господи Помоги нам всегда их исповедать, эти грехи наши Чтобы никогда они не ложились больше на Тебя Тяжким грузом ответственности за нас, за наше спасение Помоги, Господи, нам спастись Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Спаси Христа Крепиться Второй тон Крепиться Второй тон Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом, да? Да А Мария избрала благую часть Бедная Марфа Запомнилась же она нам Надежда, включи камеру, пожалуйста Надя Включена Какая Надежда? Может еще? Еще одна, да пускай еще одна будет Ревностная Спасибо, Христос А то я, это, ты припоздала, а я тут что-то засуетил Вдруг он насос забыл Дайте вот, вот, фонарь Деворин Надя, фонарь, пожалуйста Надя, фонарь, пожалуйста Надежда, Надежда Ты суетишься правильно Так, ну что? Ты суетиться, то ты шишки получишь Я могу Так, батюшки нету, который бы задал известный вопрос Так что, у меня вопросы Вот батюшка у нас такой Великолепный Другие священники сразу убегают А он еще, вопросы задавайте мне Филиппийцам 2, 2 глава, 5, 11 С четвертого стиха Да, там четвертый Да, тут четвертый Потому что перекок такой идет Не о себе только каждый заботится Но каждый и о других Ибо в вас должны быть те же чувствования Какие и во Христе Иисусе Толкование Вот такие слова, такое короткое толкование Когда я забочусь о том, что для тебя полезно А ты о том, что для меня полезно Тогда не будет места ни тщеславию, ни распрям Ни чему-либо вообще дурному Но будет жизнь ангельская и божественная То есть здесь на земле, как на небе получается Как Христос говорит Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден Лука 6, глава 36 стих И затем говорит так еще Научитесь от меня, ибо я кроток И смирен сердцем Мапфея 11, глава 29, 30 стих Так и Павел, научая смиренно-будрую Чтобы больше устыдить нас Приводит пример Христа Как и в другом месте говорит Он, будучи богат, обнищал ради вас 2 Коринфянам 8, глава 9 стих Когда он указывает на Сына Божия Два слова с большой буквы пишутся Высочайшего всякого высоты И так уничижившегося Кого из высокомудрствующих он этим не пристыдит Ну, написано Принял зрак раба Ну, это то же самое, как был, допустим, император И вдруг он там уже свиней пасет Что-нибудь ему приказывают все Ходят, как говорится, пинают двери Нет у него жилища своего Как это такое может быть? Вот Христос еще даже нету такого уничижения Которое бы не показало его ничтожность Христа Каким он стал ничтожным Как бы сниспав с высоты небожительства Вот так Брат, наверное, слово не спав не пойдет Снищет Нет, я уничижаю Христа специально Ведь это здесь и так и написано Уничижающегося Поэтому Как бы сброшенное На самом деле все он, Господь говорит Это Семену Дивногорцу Видение Он маленький, ему там 6 лет, там 8, сколько-то Маленький Их Христос удостоил его посещения Семена Дивногорца И он Его спрашивает Господи Ну, маленький еще, видать Такие детские как бы вопросы Мы сейчас не задали такое И он его спрашивает Видать, какие-то мысли были у ребенка Господи, а как ты распялся? И Господь повернулся к нему Раскинул руки и сказал Я вот так был распят Ну, то есть Понятно, да? А ты сам, говорит Иди И начинай Иди за мной Сам, говорит В страданиях будешь участвовать Тоже Так Вот такие были У людей подвиги Вот не только Каждый заботься Но каждый о другом Ну, и теперь посмотрим Как у нас забота Знаете, вот Я хочу сказать О сегодняшних днях Мы до такой степени Я просто хорошо знаю историю И всегда стараюсь, знаете Глубже заботить Вы знаете, что такое Я вышел на колонку здесь И мужчина там напротив живет И он что-то раз матерился И я говорю Не надо материться Плохо А он такой на меня посмотрел И говорит Ты что, и тоже и столь богадельный? И столь богадельный Знаете, что такое богадельное? Знаете, что такое дом инвалидов? Знаете? Ну, это как сейчас пансионаты Что? Как сейчас пансионаты Для вот этих престарелых Где ухажены Ничего подобного И называют богадельными А, богадельные? Ну, приблизительно Немножко не то Были люди А инвалиды что такое? Были люди Меценаты они назывались Это было в России Ну да, открывали В других странах тоже было Но не так, как в России В России очень сильно И эти люди давали деньги И государство давало Государство столько много давало Мы просто не знаем на это И вот те, которые были пораниты На войне Люди Они жили в домах инвалидов И на них полагались там Деньги определенные В баню Один раз они должны Неделю были ходить И все-все Я читал списки Их еды На день Сколько там Круп там Всего-всего То есть их обеспечивало Государство Ну как сейчас Государство Заботится о нас Это просто невероятно Вот забота такая И нужно прям Смотреть на государство И смотреть на нас На нашу жизнь Христианскую И прям подражать Государству Чтобы вот так было Совесы Вот эти вот ММФ Кто ходил Раньше такие очереди были Сейчас тебе номерок дали Пришел И с тобой так Обходительно говорят Вот мы тут по дому Там ходили И так далее Вот прям бегают Вокруг тебя Несколько человек Ой пройдите Вот там вот Вот там девушка Вот там она вам Сейчас все расскажет Пройдешь сядешь Такие кресла Там еще удобные Забота Настоящая То есть я вам покажу Материально А у нас духовная Должна быть забота Вот я вот сел И начинаю читать Я должен позаботиться Не только о себе Я вот тут прочитал У меня намного больше Еще есть сказать Я просто не скажу Потому что все торопят Уже всем надо домой И поэтому я как можно Меньше говорю Я бы знаете Сколько мы кто сидит Разговаривает Знаю Вчера состоялась Первая встреча с детьми Я с вас попутно Расскажу Ну я час провел Ну и все И я решил Упустил в том году Представляете Я упустил Ну так вот это все было На меня навалилось И не рассказал Даже не о нашей Общине Как следует Не обыгнать Ну так говорил конечно Но недостаточно Не о батюшке И в этот раз Я решил с самого начала Рассказать Кто мы такие Вообще Нет Ну о православии Понятно что все время говорил Но маловато Как я теперь понял Я с самого начала Решил детям рассказать Вообще Кто мы такие Что у нас за церковь Откуда мы Вот это все Все подряд И вопрос им задал Вот они сейчас были На каникулах Там Вот эти три с половиной месяца Что они Приобрели духовного Каких знаний Какие им нравятся Места писания Они сначала не поняли А под конец Как разошлись И за место часа Они меня держали Еще полчаса Я говорю Вы там родителям Скажите что вы сами А то они же меня скажут Вы ты че там Наших детей гнобишь Только за экраном Нет нет Они руки тянут И все Пришлось А уже остановить Вот Такие И дети Самому маленькому Семь лет Ну там есть Пятилетние Я его не видел Просто А самые маленькие Семь Ну только один Остальные Вот Восемь Тоже один А потом Девять лет И вообще Было Ну наверное Двенадцать Или Ну сколько это Детей много было Очень много Всего две девочки Одной Четырнадцать Другой Девять Одна из белорусских Девочки Чиркина Анастасия Белорусская Я говорю Вы молитесь на белорусском Помолитесь Все в чем наши А мы не умеем Я говорю Ну как же так Это тоже все наши языки Славянские И украинский Тоже Мы же ничем не пренебрегаем Должны показать это Я говорю В следующий раз Заучите Расскажите нам Там же батько У них У них падения нет На белорусском На украинском На церковно-славянском Да есть Почему нет Есть конечно Батька и матку Там у них Представь Бога Родица Матка Батька Так что Вот Заботиться будем Чувствования Какие во Христе Иисусе Чувствования Какие чувствования Были у Христа Мы читаем Вот Сидит Мария У его ног У ног Вот Смысл-то в чем Почему Марфу это задело Что она так Сила у ног Вроде как будто Все Знаете Как вот собачки Если у вас Две собачки Или три Не дай бог Четыре Это все Это Если ты не дал Там кусочек Второй Третий Четвертый Первый дал Гвалт будет стоять Там тебя все облавят От малой Если больше Вот так Почему Ревность Ревность По Хозяину Называется У нас Должна быть Ревность По богу Мы должны К богу Обращаться Чувствования его Какие Чтоб все Спаслись Не мне Только одному Давай мне Вот почему Тут многих Нету Они Посчитали Что все Достаточно Я богу Там отдал Все Ну как бы Не было Чтоб ни богу Кочерга Ни черту Кочерга Ни богу Свечка Вот в чем дело Все поуходили Опять никого Нету Община Скукожилась Уже До размеров Начальной Пылинки Вселенной Ну это Пылинка Рванула И вот Глядите Сколько Получилось Так что Господь Найдет Как Истерия Сказал Нардахей Помните Пришел И говорит Ну народ Должны были Уничтожить Аман Аман Грек был Македонян И готовил Уже Сильный удар Всех Евреев Убить А она Жена Императора Того Времени Автоксевца И он Пришел И говорит Гляди Мы все Постимся В уничижении А ты там Роскошествую Живешь Ну она Не роскошествовала Но понятно Что ее Не убили Если Ты не Обратишься К императору И не Защитишь Народ Свой Божий Народ То Погибнешь Сама И весь Дом Твой А он К ее Дому Относился А Господь Воззетнет Других Героев Которые Спасут Народ Израиль Божий И что Она Себя Превозмогла Стала Паститься Когда пошла По следам Божьим Сразу Господь Дал спасение Поэтому И у нас Так же Должно быть Мы не должны Никогда Отказываться Идти По статам Божьим Это очень Тяжело Вот брат наш Валерий Дай Бог Чтобы братом Остался Он не выдержал У него Не хватило Терпения И я хочу Сказать Что такая Сейчас идет Нагрузка На нас На братьев Особенно И тогда Особенно молодых Дерзновенные Там Ну всегда Кажется Что победишь Всех Ты победишь Только Со Христом Вот о чем Здесь идет Нужно Заботиться О них Останавливать Их Вы Валеру Не остановили Никто Ничего Ему Не сказал Я Бился До победного Игнать Тихонович Подключил Игнать Тихонович Меня В обратную Сторон Подключил Ну вот так Не получилось Ничего Не остановили Будем На молитвы Надеяться Шестой стих Он Будучи Образом Божьим Не почитал Что зло Это вот там Господь Отдельно Ничего подобного Господь Говорит Умершлю Накажу Раздроблю И так далее Как он Как он Только Про потоп Сказал Господь Я Раскаялся В том Что сотворил Человека Ну как Вам И теперь Что От всех Сравняю Господи Мол Человек Ладно Там же Животные Там Кошечки Собачки Такие Милые Все Утонули Но Оставил Господь Оставил Вот это Он показал Свою милость Вот так А зло Было сделано Зло Было сделано Оно Было сделано А тем Сатаной Было сделано Сатаной У Господа Есть Дичь Свой Который Всегда Просит Наказать Нас За то Что мы Не исполняем Его запреты И Господь Иногда Попускает Вспомните Иова Прекрасный Человек И Господь Просто Попустил Чтоб Показать Что люди Без Всяких Материальных Подачек Там и так далее Помните Как он Говорит Сатана Конечно Кожа за кожу Кожа за кожу То есть Мен за мен То есть Ты делаешь Хорошо Иов Иов На тебя Смотрит А вот Ты коснись Говорит Иов И посмотрим Говорит Ладно Касайся То есть Вот это Бич называется И бич Божий Сейчас идет Тоже в нашей стране Вы видите И Мы видим На чьей стороне Правда Конечно Она правда Есть Да Какая-то правда Есть Но Это правда Она В глазах Божьих Как ничтожество Но все-таки Нужно молиться За царей Правителей Мы молимся За всех Чтоб Всех Господь Уразумел Маркел Галатийский Такой был Фотин И Сафрон Говорили Что Слово Божье Сила А не ипостасное Существо Тоже говорили Про Святой Дух Что Эта сила Обитала В том Кто Произошел От семени Давидова Ну Они чижали Величие Христово А Павел Самосадский Говорил Что Отец Сын и Святой Дух Это простые имена Приписанные Одному лицу Ну Хотели По-человечески Все понять Невозможно Помните Как Макарий Антони Антони Видение Ему было Он все думал О том О престоле Троицы Так же Ну Думал Рассуждения Человеческие Были И Увидел Проходил Там И видит Такое Видение Он не понял Сначала Море И на берегу Отрак Малый Выкопал Ямку В метре От берега Там Приливы И ходит Черпает И в эту Ямку Наливает А ямка Тарас И опять Вода Уходит Нет И ничего И он Ходил Задумчивый Такой Потом Проходил Мимо И говорит Мальчонка Ну Что ты Делаешь Ну Что ты Делаешь Вот это Ходишь В эту Ямку Перечерпываешь Че Такое У тебя А тут Мальчонка А я Хочу Море Перечерпать В эту Ямку Какой Глупый Мальчонка А как Так Можно И вдруг Раз И Глаз Господи Нему Нет Уже Видения Никакого И глаз Говорит Это Ты Ты Себя Сейчас С собой Разговаривал Ты Хочешь Премудрость Божию В мозг Вместить Человеческий И он Тогда Расскажился Попросил Прощения Он Вообще Странный Говорит Господи Говорит А В другой Раз А Есть ли Еще Такой Подвижник Как Я И Господь Показал Двух Женщин Которые Которые За двумя Братьями Родными И Живут В одном Пришел к ним И говорит Да что такое Они ему говорят Да мы грешницы Живем С мужьями Как у нас Нормальные семьи Все там Дети Он говорит Ну что А что вот такое Что они Ну мы живем Душа в душу Как в душу Никогда не ссоритесь Что ли Нет На одной кухне И не поссорились Ни разу Ни разу Все Хватило Для того Чтобы они стали Святее Чем Папа Римский Аполлинарий Ладикийский Говорил Что он Не принимал Он Господь Не принимал Разумной души Ну а мы знаем Что душа Это Божественная И Человеческая Итак Посмотри Как все эти Еретики Падают От одного Точного удара Будучи Образом Божиим Образ Божий И поэтому На Первом Селеском Соборе 325 года И победили Этого Аполлинария Хотел сказать Ария Этого Победили С его Мудрованием Арий Вмещал Все в себе Лишь бы Только Христос Не был Богом А что Он просто Человек С силой Божьей Наделенной Второй Одной Третий Там И все Это В нем Он да Великий Могучий Но человек Ну плоть Не давал Ему Духовного Божьего Ничего И тогда Нашлось Слово Единородный Вот это И есть Вот это Образ Божий И единородный Это Одно и то же Практически Как же Вы Маркелиане Ну то есть Еретики Говорите Что слово Есть сила А не сущность Сама То есть Я есть сущий Образом Божиим Называется Сущность Божия Точно так же Как образом Раба Называется Природа Раба Как же И ты Самосадский Павел Такой был Говорит Что он Еретик Начал Своё бытие От Марии Ибо он Предсуществовал В образе И сущности Божественной Вот странно Такое впечатление Какой-то они Ветхий Завет Не читали А Симеон Богоприимец Поплатился за это 360 там С лишним лет Прожил Ждал Христа Он то же самое Не поверил И начал вычеркивать Дева На молодую женщину Поменять Там несколько букв Тоже на букву А начинается Сейчас не помню точно По-еврейски И что Пока не дождался Уже там Ныне отпущаешь Мы неправильно поем Мы без интонации Там нужно с таким Ныне отпущаешь Это нужно вот так А у нас что Ныне отпущаешь Ну Что спели Спели Никто и не подумал Что такое Мужик прожил 360 лет Бедняга Представьте Как он разваливался Духовно был еще крепок И ждал бы он все время И посмотри Как падает Савелий Не почитал Хищением Говорит апостол Быть равным Богу Ну Не почитал Хищением Это что такое Когда ему говорили Ты себя делаешь Равным Богу Он говорил Ну вы сами говорите Об этом А я всегда говорил Что я с них шел Никто не видел отца Кроме меня Так же И в других местах И в других местах Говорит Так точно есть Я этим сущий А сущий Только Бог Ну что еще нужно сказать Ему надо было Что надо было Ходить и везде Бедать Я Бог Я Бог Господь так не поступает Так не поступают Даже люди С достоинством И не сказал Бывший И все Но мы знаем Как это было В начальных словах Еще Как это было До того Как все сотворилось Златоуш Нам говорит Ну вообще Цветы Мужи Многие Господь Как истинный Художник Творит У него есть Такая Такая Возможность У нас Ничего с вами Нет У нас Нету Ничего Нету Вот ничего Вселенная Не расширяется Никаких Нету Взрывов Там О которых Сейчас Говорят То есть Вот сейчас 14,5 миллиардов Лет назад Как бы Началось Строительство Всей нашей Вселенной Говорят Миллиардов Представляете Лет Не было Этих миллиардов Лет И Господь Задумал Уже Как все Будет Как не было Сына Как не было Духа Святого А кто будет Строительством Заниматься И мы видим Вначале Сотворил Бог Небо и землю Земля же была Безвидная И пустая И тьма Надвестную И Дух Божий Носился над водою А кто сотворил То Творец Замыслил Створит Сын Потому что Все отдал Под ноги Его И уже Наши Иконописцы Православные Да и не только Ну как Православные Православные Они пишут Книга Бытие Описана Иконами И там Везде Присутствует Христос Или рука Христова Или сам Христос Вдыхает Дух жизни Христос Натуральный Христос Только Почему Христа Никогда Не рисует Вот Почему Что у него На голове У него Обязательно Что-то Было На голове У евреев Всегда Было Или покрывало Или шапочки Такие Вот Поленов Рисует Блудницу Превели Ко Христу И там У Христа Такая Шапочка На голове Я задумался Посмотрел И думаю Да действительно Они же Все покрытыми Ходили А у нас Христос Здесь покрывало Почему Ну это Уже Знак Того Он не был Вот такими Длинными волосами И просто волосы На женщин Похоже Он был Нормальный Мужчина Еврей Без Вот этих Патул Вот таких По плечи Наверное Был человек Хорошо Выглядел Вот так Вот Он не отличался Ничем От людей Ну Кроме Того Что не делал Греха Но Во-первых Какое Писание Учит нас Что есть Малый Великий Бог Так Учат Эллины Ну там Зевс Большой Остальные Там За ним Маленькие Там Меньше Меньше А что И Сын Великий Бог Послушай Что говорит Апостол Павел Ожидая Говорит Явление Славы Великого Бога И Спасителя Нашего Иисуса Христа И тут 2 глава 13 стих И говорится Весь мир Застыл В ожидании Креста Христова Весь мир Что это Такое Америка Северная Южная В этот Момент Еще До того Как Приплыет Колумб Чуть ли Не 1500 Лет А там Проливается Кровь Уже Пирамиды Пирамиды Как В Египте Ну не Такие Высокие И там Проливается Кровь Вырывается Сердце Приносятся В жертву Лучшие Люди Женщины Мужчины Дети Девушки Мальчики Что Здесь Творится То же Самое В Карфагене Карфагеняне Бьются С римлянами Это 300 лет До Римляне Подходит К их стенам Они Ничего Другого Не Додумываются Как Приносить Жертву Сына Правителя Мальчика Там 8 лет Или 9 И Римляне Со страхом Отступают Что это такое То же Самое Мы видим В Библии Евреи Когда Подошли К Каскалону И там Тоже Приносят Жертву И они Увидели Плюнули И повернулись И ушли Даже Биться С ними Не стали Льется Кровь Кровь Проливается Проливается А ничего Не происходит Духовного Ничего Люди Никак Не могут Массово Прийти К Богу Истинному Когда Нужно Это Показывает Нам Пророк Иона Когда Помните Он Спокойно Спит Там Шторм Все Паники Язычники Молятся Молятся Своим Богам Вытаскивают Его Потом Из Тюма Ты Че Давай Тоже Молись Молись Своим Богам Он У меня Один Бог Какой Бог Неба И земли Один Бог Вот Все И И Бросили Все Успокоилось Как Вы Думаете Что Там На корабле У них Произошло Они, наверное, начали теперь молиться именно этому Богу. Ведь они не сразу его бросили, он молился, они еще не хотели. Он говорит, деваться некуда, все, Бог меня в жертву нужно принести. Бросайте. И дальше что мы видим? Получается. Вот так постепенно люди приходили к познанию истинного Бога. Но это не помогало. Ни один даже еврей не смог исполнить все, что Господь Бог и Его бы заповедал. Нужен был Спаситель, нужна была кровь того, кто безгрешен и покажет путь. И мы омыты этой кровью, не забудьте об этом. Видите, у нас нету никаких ни у кого видений таких страшных. Ну, есть вот болезни, опять сейчас за Лену Барабаш молимся. Так сколько мы молились уже, и отступала болезнь. Ну, только вот Анастасия, наша сестра, зато она после себя оставила какое наследие. Сейчас можем это уже сказать. Четверо детей и все здесь. Глядишь, там еще может и муж оправиться. Он был верующим, узнал все. Так что молитва. Многое может молитву правильного. Так, ну ладно. Дальше идем. Затем, если он мал, этот Бог, каким образом он почитал хищением, себе быть великим. Кроме того, Павел, имеющий ввиду научить смиренно будую, оказался бы нелепым, если бы внушил следующее. Поскольку малый Бог, Бог с большой буквы, то есть это уничижение Христа, не восставал против великого Бога, то есть Бога и Его, то и вы должны смиряться друг при другом. Еще тут о духе святом не говорится, они запутались. Потому что какое же это смирение, когда меньший не восстает против большего. Это одно только бессилие. Видите, как получилось. Иоанн Креститель собирается огромное количество народа. Приходит Христос. И как должно быть по-фарисейски, по-книжному и по-человечески. Иоанн Креститель должен Христа загрызти. Потому что вдруг люди начинают идти ко Христу. Ученики приходят, Иоанн, которого ты крестил, он там где-то собирает народ, и к нему приходят и крестят он их там. Ты представляешь? И он говорит, слава тебе, Господи, аллилуйя. Наконец-то. Наконец-то люди поняли, к кому надо идти. И они такие, как так? Мы к тебе тут пробирались, деньги платили в темницу эту. И ты нас как бы отталкиваешь. Идите к нему, говорит, и спросите. Тактичные были люди. Пошли, и кто-то уверовал во Христа, остались со Христом. А Иоанн, как и сказал, мне надо умоляться, ему возрастать. Все, Христос возрос. Все. И больше, а будет еще Христос? Нет. Он пришел нас спасти именно сейчас. Он сейчас нас спасает. Сейчас идет тысячелетнее царство. Не будет никаких там, что вознесут праведников, праведников, а тут на земле еще будет тысячу лет царства Христова. Что за мракобесия? Что-нибудь понятно, что не в ту сторону идете, еретики. Смирением называется то, что он равный и намощный Богу. Добровольно сделался человеком. Итак, об этом довольна. Далее посмотри, что говорит Павел. Не почитал хищения. Ну, то есть воровством. Когда кто-нибудь похитит что-нибудь, боится отложить это, дабы не потерять непринадлежащее ему. А когда имеет что-нибудь от природы, ну, то есть если бежит, то с каким-то добром. Легко пренебрегает этим, зная, что он не может всего лишиться. И если, казалось бы, отказывается от этого, то опять он ее воспринимает. Этим образом апостол говорит, что Сын Божий, все, не хватило на 20 стиха даже, не убоялся с ней унизить свое собственное достоинство, потому что он имел его, то есть равенство с Богом Отцом. не через хищение, но признавал это достоинство, принадлежащим своей природе. Поэтому он и избрал уничижение, так как его уничижение сохраняет свое величие. Аминь. Дочитаете сами. Аминь. Остальное. Спасибо, Критон. Столкование. Начинаем седьмой. Спасибо, Критон, что ты представляешь нам святых, их мысли, из житей приводишь примеры, из истории многое просвещаешь нас. Вот единственное, что из того, что ты сегодня говорил, я не могу согласиться с словами, как же Господь с ней спал. Здесь как бы ты уравниваешь сатану, который с ней спал действительно. А Иисусу Христу не было нужды ниоткуда спадать. Он уничижил себя, и это уничижение в том, что он воплотился. И все. А вот это выражение совершенно мне не нравится. Не знаю, может быть, я не прав, но это мое мнение. И второе. Ты говоришь, как бы разделил функции Бога Отца и Бога Сына. Бог придумал, а вот Сын сотворил все. Там говорит, со творил. Бог творил. Со творили. Творили все. Три единства. Единца. Бог, Отец, Бог, Сын, Бог, Дух Святой. Они вместе все творили. Поэтому и сотворили. Отсюда это, вот когда мы будем рассуждать об этом слове только. И сотворил. Мы придем как бы к единосущности Бога Божьей. К родитель Единства Его. Ну что? Последствую по нашим больным. Те, кто и читает молитвенную поддержку в нашем чате, может быть, не знают о том, что жена Алексея Семеновича Сиськова, она была госпитализирована в первую городскую больницу. И там ее прооперировали уже с аперитонитом, осложнением, то есть воспалением брюшины. Там были у нее процессы в Маунт-Азон. И вот прооперировали, перевели ее. Сейчас она находится в гинекологическом отделении. В палате. В палате. Прогноз вроде как благоприятный. Но надо молиться, что Господь мне даровал исцеление. Она вначале, много лет, можно сказать, противоборствовала, препятствовала мужу в том, что он обратился к Богу. А теперь она его даже иногда побуждает. То есть они уже теперь вместе ходят в храм, молятся. Так что она пришла к Господу и слава Богу. Дарит Господи исцеление и спасение вечности. Еще оболящих кто у нас? Я была у Любови Петровны в гостях. Попроведала я. Но все, слава Богу, у нее. Все хорошо. Она сама себя обслуживает. А еду ей кто приносит? Ей приходит соцзащита, все ей по списку покупают. У нее лекарств полно. Лекарств даже больше, чем надо ей. Вот, уберите. Слава Богу. Еще Марфа Тихонова, младшая сестра Тихонова, батюшки, находится сейчас в территории здоровья, уже в реабилитации после операции замены коленного сустава. У нас она оперировалась в федеральном центре. Вот она оперировалась в этом центре федеральном и сейчас она находится в территории здоровья, в реабилитации. Ну, еще у нее реабилитационный период, так что нужно молиться, чтобы Господь дарил ей такое полное исцеление, и чтобы этот сустав работал как должно. Людмила Степановна, мы сегодня поедем к Людмиле Степановне попроведить ее. Ну, и брата Сергия, надо, наверное, попроведать его. Он вчера был, что я его поеду? Он вчера был, вчера был. Он в субботу, в субботу спокойно стоит, молится, все нормально, и все, завтра, завтра. Встретишь меня там, да, 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 потом за пять минут до того, как тебя встречать, все, я не поеду. Я говорю, ну, ты переборись, я хоть раз, ясно, что все нормально, здоровье. Это же понятно, что кто-то действует. Ну, я-то думал, что мы там переносировали этих лекарств. Он вчера с ним разговаривал, все хорошо. Ну, я ему говорю, ты там поменьше лекарств принимай, или чего там, туда-сюда. Так, ну, продолжаем молиться о Надежде, Ивановне, Николаеве. Кто еще у нас молящий? Я хотела поблагодарить. Я попросила всех молитвенной поддержки в Соломоне. Уже ночью обратилась, потом, думаю, наши спят, потому что она не смогла принимать уже жаропонимжающий. Вот такой вирус какой-то странный. Всегда хорошо норофен помогал, и помогали вот эти террафлю, я по очереди давала. А тут просто не сбивается температура ничем вообще, ни норофеном, ни террафлю. Не через какое время. Вот как вот стоит на одном месте, чуть-чуть начинает сползать, и опять ввысь, и опять. А тут последний раз дала, и у нее рвота. Сразу все, что дала, и сразу все вышло, и температура не сбивается. Пошлось скорую вызвать. Потому что 39,7. Она говорит, я умираю, мне плохо, сделай что-нибудь. Но я вызвала скорую, бригада приехала, мужчина такой солидный, лампочку головой задел 2 метра такой, нашего возраста, такой серьезный, все объяснил. Он говорит, у нее, наверное, грипп. Еще я спросил, говорит, у тебя ничего, вот, а у нее только голова и температура, и все, и больше ничего. Он говорит, нет, ни поноса, ничего, рвота, вот, была на лекарство, и все. Только он ушел, у нее понос. Диарея. Вот, да, ну, диарея. Ну ладно. Он сказал, грипп, но ничего больше не проявилось. Вот как вот тройчатку поставили, больше температуры не было, слава богу. 36,136,4, 36,6, вот так вот, слава богу, держится. Я даже хотела ее взять в храм, но папа сказал, мало ли, что еще проявится, или вдруг вообще это заразное, кто его знает. Пусть ребенок лечит, но у нее слабость, конечно, после вот этого всего. Так что воздержимся на этой неделе, а так видно будет, что там у них, так что всем благодарю. Мама говорит, сейчас какая-то холера инфекционная ходит, дошла до нас. Ну, не знаю, может, это ротовирусное есть, не знаю. Все, дальше подпишите. У кого есть блокноты или что, запишите. Я говорил тогда, что детей, сейчас списки составлены, вот, дети, кто, ну, по именам их, фамилии не буду произносить, возраст буду говорить. Андрей 10 лет, Аполлинария, ее вчера не было, 15 лет, Севолод, папа у него военный, который еще бреется пока, был с бородой, сейчас пошел, 9 лет. Можины, Кирилл и Елисей, 11 и 8 лет. А Агния, 14 лет. Здесь в Барнауле у нас живут ударцы, они крестились в этом году. Агния Загуляева? Нет, это Агния Намаконова. Агния Загуляева, 16 лет. Нет, у нас тут уже этого ничего не туда. Агния не было тут. Анастасия 10 лет, это удастся вы здесь в Барнауле, и Лилия 8 лет. Наверное, не поздно, в 9 часов, не знаю, но они выходили. Девчонки такие умные, вообще, все запоминают, вопросы задают, вообще, невероятно просто. Стефан Устинов, известный вам, 17 лет самым. И Чиркин из Белоруссии, Артема 8, сестре Анастасии 9. Борис Шацкий, 10 лет. И Ширяевы, два брата, Михаил и Никита, 14 и 12 лет. Михаил очень, вот он, он единственный вчера сказал. У меня не место писания, но тоже духовное, я говорю, что это там. Он говорит, Золотоуст, 10-й тонн, первая книга. Я такой, это, говорю, там письма какие-то, он говорит, нет, там беседы. Я ручки вот так поднял и говорю, ну ты обескнуражился, у меня победил, победил, молодец. Еще бы Ефрема Селина туда и Григория Богослова все сказали. Что тут скажешь? Я говорю, это действительно учителя. Теперь пока исполните, говорю, все, и запомните, что они говорят, попробуйте. И Юров, Михаил Юрова, Ксения Юрова, она самая ответственная во всей нашей группе, она всех собирает. Она преподаватель где-то в колледже. И такая ответственная, ответственная женщина. И вот Миша ее, хороший результат, 10 лет, мальчонки. Они там сами фильмы снимают такие духовные. Ну и так далее. И в конце появился еще Дубровский Стефан, 5 лет, с мамой Екатериной. Не видел их вчера, не видел. Ну были они там, ну Дубровская была, она там с мальчиком или нет, не знаю. Иногда просто выходят взрослые, чтобы просто послушать, посмотреть, что там, как дети все. Чем питаются? Если хотите бодрости духовные, зайдите как-нибудь, посмотрите наши с ними встречи. Вы взбодритесь. Не дети просто, я не знаю, от них такая энергетика духовная идет. Это не наши дети, которые то заснули, то преснули, то вообще в заводами якома. А эти вот такие вот, почему родители далеко находятся, хотят духовное общение, и этого желают детям. Ну вот как наша сестра Ирина, постоянно она детей толп, прям с собой всегда. А полинария, видно, стоит уже, качается, как бы линка, она ее опять в 39,5 вперед, давай туда. Муж сказал, не надо в 39,5. А когда люди умирают в 42? Ну еще 2,5 градуса, давай в храм. Тоже неплохо, она выздоровеет, если бы без таблеток и вот вопь на закалку. Вчера плавал, хочу помолитесь обо мне. Мусульмане меня там приветствуют, там радуются, кричат, телефоны снимают меня. Молодежь, наша русская стоит, около дома проплываю, вот в который строится, камнями кидаются. Молодые там, 16-17 лет, при девчонке решил там пигалиться этой. Я говорю, ты придурок, говорю ты, самый настоящий, что тебе еще сказать? Побежали, все, ушли. Понимаете? Вот это что называется такое? Откуда такое поколение растет? Вот те и мусульмане. Плавать тоже с умом. Прослушала, уже, подождите минуту. Ладно, все, не надо мне ничего. Туберкулезные палочки, проснулись, я купал. Все, 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 я хочу. Палочки, все. Я хочу поблагодарить всех за молитвы, я жива и здорова. Слава Христу, Аллилуйя. Дышу. Такой пищей, как будто бы не уходили. Слава Богу. Да, стараюсь. Слава Богу. Вас подвозить? Вас подвозить немножко? Нет, нет, я сама хожу. По молодежным уж просто прогуляйте, вернее, по этой. Нет, нет, не, не. По Димитрову. Каси Христос, надо ходить, это я уже точно знаю. Правильно, правильно. Гвозди бы делать из этих людей, назвать. Да, если, конечно, помирить, вот так идти, просто раз, это невероятно просто подвиг. Не в кровати там лежать там. Три дня назад я исполнилась 85 лет. Как ей на Тихоновичу, да? Да, еще 7. А завтра, день рождения у Любови Петровны. О, послезавтра. А сегодня день рождения у Владимира. Молитесь, чтобы нам тоже было 85. Надежда Васильевна 87 недавно. А, так, сейчас много лета будем петь вам. Да. Готовьтесь. Давайте споем, когда и Надежда Васильевна, мы не пели много лета. Надежда Васильевна, Галения, и Володя. Володя. Давайте я ему в молитвенной поддержку поздравлю. Дарья. Дарья, да, Дарья тоже, кстати. Дарья, да, Дарья тоже, 23, да? А Володя сколько? А Володя сколько? Плащенко. Сколько? Просто возраст спросите. 46 она. Мальчик. Семенских много и сентября. Да, да, да. Такие два благословенных месяца. Итак, всем нашим брату и сестрам... Да, еще подождите, еще подождите. Пришло такое-то... Надо помолиться о детях Гали Загуляевой, которые здесь остались. В моем крестнике Тарасе, Леониде и Ливии. Там происходит что-то непонятное. Как говорится, сорвались. Галя тут свидать своим, все-таки, энергетике верующего человека. Она сдерживала это все. Они там занимаются какими-то махина... Ну, не знаю. Короче, зарабатывают деньги, как им кажется, правильным путем. Я об этом тоже слышал. На самом деле, это все, вот эти пирамиды и так далее, они ни к чему... Ну, самое маленькое, это суета. А большое, там продается то, что не надо людям вообще применять. Если не знаете, тем более. Поэтому, давайте помолимся, тоже вспомним их, воздохнем. О сестре Галине, она верующий человек. И она сделала все. И мы делали... Они сидели вот здесь вот. Я с ними беседовал, хотел, чтобы они стали верующими. Вот сатана вот так уволокили. Так, давайте мы разделим все-таки. Вначале мы помолимся об одном, потом о другом. Первое, помолимся сейчас о том, что сказал брат, о наших детях, которые здесь были, которых теперь с нами нет. Ливии, Леониде, Тарасии. Да спасет их Господь, да дарует им разумение, чтобы они обратились на путь истины. Вспомнили те бессонные ночи, те молитвы, которые творили их родители. И то, что они слышали здесь, в нашей общине. Вспомнили ту радость, которую мы видели на их лицах во время концертов, в общении здесь, между нами. Господи, не дай погибнуть созданием Твоим. Молен Тебя всем сердцем нашим. Но да будет воля Твоя, стыдая во всем. Тебе слава, воссталай, Матцу и Святому Духу, и ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, даруй многое лето, в здравии душевном и телесном, о происходе из земной жизни, даруй вечную жизнь в блаженство нашему брату Владимиру, сестрам Галине, Надежде, Даре, Любови. Любови. Многое лето. Многое лето, Многое лето, Многое лето, Спаси, Христе Боже, Спаси, Христе Боже, Нам многое лето. До Царствия Небесного. Да. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников от внутренних распри, от беззакония, которые встали, а не останови делающих зло. Посвети, правители страны наших, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также посвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господь, праведно суды Твоей над России за то, что оставили Тебя и Слово Твои, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что закрыли имя Твое Бога и Егола. Дух Святой, да оставит нас не признавать никаких наибогов вопия, а воочи. Господи, научи нас Тебя кратно в день прославлять Тебя застой правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь, поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.